добрый день уважаемые коллеги как хорошо меня слышно поставьте пожалуйста плюсик в если видите и слышите меня хорошо так вижу спасибо сегодня мы начинаем необычный вебинар этот вебинар напрямую не связан с директ академии но тульский государственный педагогический университет попросил нас провести этот вебинар и мы с удовольствием согласились это наши партнеры так что сегодня у нас вебинар полностью организованы и будет проводиться по инициативе тульского университета пару слов перед тем как начать вебинар не могу удержаться от того чтобы пригласить ваш на вас на другие наши вебинары пожалуйста перейдите в начало чата и вы увидите там две важные ссылки это ссылки на расписание наших вебинаров расписание вебинаров директ академии там вы сможете записаться на любой вебинар в течение всего нашего текущего учебного года вплоть до июня 18 года ну и вторая ссылка это записи наших вебинаров в том числе и этот вебинар записывается если кто-то потом захочет с ним ознакомиться в записи по вот этой ссылке он будет доступен через несколько дней я думаю где-то в районе пятницы вот собственно и все моя роль как ведущего вебинаров на этом исчерпывается и я передаю слово коллегам из тулы а для продолжения нашего вебинара передаю слово следующему нашему ведущему и тому кто будет вести этот вебинар романому дмитрию анатольевичу дмитрий анатольевич прошу на связь пробуем микрофон слышно или нет но надеюсь слышно мы действительно обратились к коллегам с просьбой создать такую платформу для вебинара связано это с тем что тульский государственный педагогический университет имени толстого выиграл грант министерства образования и науки посвященный волонтерскому движению по продвижению русского языка русской культуры образования на русском в страны ближнего зарубежья грант этот называется с русским словом вокруг света и с сентября 2017 года этот грант этот проект начинает свою активную фазу мы в ближайшее время вот после этого вебинара проведем на территорию на нашей базе тульского педагогического государственного университета имени толстого учебу волонтеров а затем подготовленные волонтеры поедут ну как минимум в три страны в казахстан таджикистан и молдову с тем чтобы заинтересованную аудиторию познакомить с какими-то интересными фактами из области языка русского из области русской литературы русской культуры вот такой это проект к концу года к декабрю эти три волонтерские экспедиции должны завершиться мы получим какие-то результаты надеюсь что они будут позитивными успешными надеюсь что все те программы обучающие семинары которые мы подготовили будут иметь эффект и самое главное что они поспособствуют вот тем задачам которые в самом названии этого проекта заключены что русское слово может быть еще один раз совершить свое путешествие вокруг света в чем-то кому-то поможет кого-то на что-то направит во всяком случае создаст интересы позитивное отношение к россии в рамках сегодняшней нашей встречи работают три спикера это наш проректор по воспитательной работе зинаида николаевна калинина вернее теперь это по моему называется директор департамента воспитательной работы и молодежной политики но это не суть важно как это называется факт тот что зинаида николаевна человек выдающийся человек долгое время занимающийся руководством волонтерами она расскажет о том опыте который есть у тульского педагогического университета в плане волонтерского движения затем несколько слов мы скажем о том нуждается ли язык в добровольческих инициативах и завершим все разговором о некоторых проектов связанных с книгой в пропаганде языка и образования на русском вот так мы будем сегодня работать передаю слово зинаида николаевна калинина уважаемые коллеги уважаемые друзья студенты вашему вниманию предлагается тема семинара волонтерское движение истории и современность и некоторые аспекты нашей программы семинара это первая волонтерская деятельность понятия миссии принципы основные направления волонтерской деятельности и организация добровольческого движения алгоритмы и практики в качестве нормативной базы она достаточно обширная организация волонтерского движения я сразу оговорюсь мы будем в своем семинаре на своем семинаре употреблять и слово добровольчество и волонтерство как понятие синонимы так вот контекст несмотря на то что обширная нормативная база нашего семинара будет выстроен на основе федеральной целевой программы русский язык на 2016-2020 годы это уже вторая подобная программа цель которой развитие всестороннего применения распространения и продвижения русского языка как фундаментальной основы эффективного международного диалога отдельным мероприятием в этой программе стоит мероприятие направленное на формирование и поддержку добровольческого движения в этой программе обозначена амбициозная задача в 10 раз представьте себе увеличить численность участников культурно-просветительских мероприятий связанных с русским языком и культурой и какая на нас лежит в соответствии с этим очень серьезной обязанности и так добровольчество рассмотрение этого явления начнется с краткого понятийного анализа мы назовем основные принципы этой деятельности и наконец попробуем сформулировать осмыслить миссию добровольческого движения в качестве источника для анализа понятий можно использовать и самые разные документы самые разные исследования мы остановимся вот на этой книге технологии добровольческой деятельности молодежи и волонтер рассматривается авторами как доброволец вольнослужащий тот кто добровольно вносит свой вклад в развитие широкого круга деятельности на благо общественности и без всякого денежного вознаграждения то есть безвозмездно волонтерство рассматривается и как способ сохранения и укрепления человеческих ценностей таких как доброта безвозмездная помощь любому человеку независимо от его положения в обществе культурных и этнических особенностей религии возрасте пола хотелось бы от себя добавить что волонтерство может рассматриваться из позиции альтрунизма это тоже очень интересные параллели и исследования ключевым понятием педагогических психолого педагогических исследований соотнесенные с волонтерством является понятие деятельность и мы для себя выбрали определение которое на наш взгляд очень важно для понимания значение волонтерского движения для каждого конкретного человека и это определение сформулируемо таким образом деятельность это процесс самоизменение человека в ходе изменения обстоятельств своей жизни то есть самодеятельность каждый волонтер как бы участвует в той деятельности делание самого себя и я думаю с этим не случайно девиз такого волонтерского объединения который функционирует на базе пушкинского музея заповедника узнавая памятники узнаешь себя вот такой сравнительный анализ основных понятий но мы поскольку это интересно еще один одну точку зрения хотели вам предложить о том что добровольный это добровольный сознательный и безвозмездный труд во благо важной социально значимой цели главным принципом который является человеческое участие вот почему мы и это привели определение добровольчества потому что базовой ключевой ценностью во все времена человека являлась ценность труда миссия перейдем к осмотрению этого аспекта добровольчества добровольцы нужны прежде всего там считают многие авторы где не всегда могут помочь деньги государства но где присутствует острая необходимость в неравнодушном человеческом отношении это своеобразная форма народной дипломатии там где не могут договориться государства договариваются люди тем самым снимая международную напряженность и возрождая доверие друг другу размышляя над миссией нашей программы нашего проекта мы пришли к заключению что она заключается в том чтобы продвигать идею мирного развития и межкультурное понимание средствами русского языка и культуры в в связи с этим хотелось бы сказать девиз или назвать девиз нашего проекта эти идеи были сформулированы левом николаевич толстым украшают каждый день добрым делом вот таким напутствием каждое свое начинание осмысляют наши студенты обязательным наверное сегодня посчитаем назвать и декларацию международной ассоциации волонтеров которая тоже в свою очередь определяет добровольчество как добровольный выбор отражающий личные взгляды и позиции совместную деятельность в рамках разного рода социально значимых проектов конечно очень сложно представить всю палитру всю историю добровольческого участия движения в целом на планете в нашей стране но мы попытаемся очень коротко это сделать и первое что приходит на ум это видимо сравнение с тем что называлось шефской помощь тимуровское движение и такой важной очень распространенной формы были проведения различного рода субботников то есть работа выходные дни мне было интересно узнать я думаю если кто-то заинтересуется этой темой познакомиться с мастериалами схода тульских рабочих в 1812 году которые для которых было обязательно выходные суббота воскресенье но на этом сходе вот в период граждан отечественной войны 1812 года они приняли решение работать не за страх а за совесть работать без выходных и определяя все таки исторический аспект в россии мы обратились вот к этой интереснейшей книге русской деревни Мария Михайловна Громыко где она изучает такое явление как помощи что это такое взаимопомощь милосердие отзывчивость пишет автор соседская и родственная взаимопомощь открыто проявлялась на так называемых помощь помощи обычаи организации совместного труда в пользу человека нуждавшегося в коллективной поддержке Мария Михайловна пишет безвозмездные помощи считались по крестьянским этическим нормам самыми обязательными многие делали это по внутреннему побуждению и в силу сложившихся взглядов за этими нормами стояла система нравственных ценностей нравственные понятия передавались из поколения в поколение и мы понимаем с вами что именно это является основой народной культуры его величайшим достоянием очень интересно что в традиции российской культуры именно это безвозмездная работа не за страх а за совесть из уважения считалось скорее за честь и обставлено было как праздник не участие отказ в помощи считалось делом безбожным и с этих позиций я думаю нам интересно рассматривать волонтерское движение с позиции нравственной отечественной традиции я назвала один из принципов следующие очень важные принципы добровольческой деятельности то что она не может быть источником дохода основополагающий принцип безвозмездности еще один важный на наш взгляд принцип индивидуальности уважение внутреннего мира человека каждого человека и принятие его как неповторимой личности принцип равных возможностей для духовного интеллектуального и физического развития личности независимо от пола вероисповедания физического состояния и финансового положения определим на наш взгляд ведущие ценности волонтерской деятельности оптимизм позитивное отношение к жизни не случайно на Руси вот эта безвозмездная деятельность всегда обставлялась как праздник социальная ответственность социальные навыки самостоятельные принятия решений доброта неравнодушные отношения ценность человеческой жизни мы принимаем тебя таким какой ты есть и ты принимай других ценности здорового образа жизни умение сказать нет гордость за то что ты волонтер и ценность участия сегодня принято говорить о компетенциях важнейшими на наш взгляд компетенциями является это ответственность действует систематично и организованно берет ответственность за свою работу стрессоустойчивость контролирует свои эмоции умение работать в команде коммуникация обладает навыками эффективной коммуникации и лидерство и проактивность оказывает влияние на других людей социальный аспект добровольчества его тоже нельзя обойти добровольчество способствует улучшению качества жизни личному совершенствованию и углублению солидарности способствует реализации основных человеческих потребностей на пути устройства более справедливого и мирного общества способствует более сбалансированному экономическому и социальному развитию созданию новых рабочих мест новых профессий так считают специалисты но сказав все это мы подчеркну добровольность не отрицает наличие определенных обязательств материальных профессиональных этических наши собственные исследования исследования проведенными различными научными лабораториями показывают что в нашей стране в частности в нашем университете основным мотивом деятельности добровольцев 89% называют желание быть полезным людям 50% способствовать изменениям в обществе 36% реализовать собственную инициативу 36% волонтеров пытаются найти единомышленников 35% называют оценить себя это возможность оценить себя как личность почти 20% пишут о том что хотели бы добрыми делами ответить на помощь оказанную им в прошлом ну и конечно же есть такие их около 15% которые хотят интересно провести досуг 10% с помощью волонтерской деятельности хотят пытаются решить собственные проблемы есть и другие группы мотивов это выполнение общественного и религиозного долга организация свободного времени и так далее какие в настоящее время в направлении добровольческой деятельности наиболее популярной молодежи сразу скажем оговоримся что деление на направление это чисто условный вот такой прием который чаще всего используют ученые исследователи и важнейшие из них мы с вами назовем да вот на слуху у нас после тем более только что завершившихся и сейчас новый этап мероприятий посвященным великим событиям отечественной войны сорок первого сорок пятого года это волонтерское движение волонтеры победы да еще чуть несколько два года тому назад огромная армия студентов в числе нашего университета молодежи стали волонтерами фестиваля в Сочи 2014 года сейчас уже сформировался корпус волонтеров для проведения всемирного молодежного фестиваля в Сочи который пройдет в октябре волонтеры занимаются вопросами формирования ценности здорового образа жизни помогает социально незащищенным людям которые попали в сложную жизненную ситуацию и так далее и тому подобное но в год экологии нельзя не назвать такое направление движения волонтерского как эко да в нашей стране это экологическое движение но и учитывая риски сегодняшнего дня очень активно сегодня развивает свою деятельность кибердружина та которая работает в сфере интернет интернет наиболее актуальные направления молодежной деятельности связанные с нашим проектом нужно назвать работу которая направлена на восстановление и сохранение исторических и природных памятников и у нас такой есть опыт очень активно в этом плане сотрудничаем с Ясной Поляной Поленова мы знаем что другие вузы студенты очень активно взаимодействуют и в Армении в Венгрии во Франции это город Болонь у нас тоже нельзя не обойти Тульский край это работа волонтеров на Куликовом поле в Тульском Кремле и так далее я уже называла девиз волонтерского корпуса доброходы в Пушкинском заповеднике но еще раз скажу о том что эти ребята занимаются не только помощью по хозяйству музею они проводят фольклорные праздники организуют совместно помогают в организации музейных экспозиций и так далее вам предстоит те которые станут участниками рассматриваемых проектах пройти подготовительный этап я не буду на нем долго задерживаться потому что это выложено на сайте это алгоритм отработанный и если добровольчество станет твоим выбором то тебе предстоит пройти пошагово все этапы подготовительной работы здесь будет обязательно и выстраивание путей взаимодействия с учреждениями с организацией прежде всего в своем университете или образовательном учреждении мы уже у себя как сегодня сказал уже Дмитрий Анатольевич пригласив вас на очный этап предложим очные занятия по подготовке по заявленной программе работа над проектом позволит вам открывать заново и родной город найти новых друзей повысить уровень культуры и прежде всего знание повысить уровень знаний родного языка конечно как любая деятельность волонтерстве предусмотрена процедура и оценки которая осуществляется и в виде мониторинга когда по определенным параметрам по вашим продуктам творчества деятельности отслеживается достижение цели и предполагается оценка ваших результатов вот что называется это труд безвозмездный но везде принята практика поощрения труда добровольцев и наиболее распространенными формами является ну это прежде всего возмещение затрат которые потребовал от добровольца проект но и ряд дополнительных форм поддержки это организация например досугу волонтеров организация экскурсий просветительских бесед познавательных игр это и дополнительное обучение тренинги семинары специальные курсы что тоже самое предусмотрено в нашей программе который будет проходить в том числе будет включать в том числе проведения мастер-классов и здесь каждый обязательно создаст рукотворную птицу счастья центральным мероприятием проекта явится конечно же экспедиция культурно-образовательные страны ближнего зарубежья о которых также Дмитрий Анатольевич сегодня сказал мы очень надеемся что с помощью вашей с вашим неравнодушием будут сформированы приоритеты и открыты новые векторы распространения русского языка которые будут отвечать требованиям сегодняшнего дня будет безусловно расширено сорубежное русскоязычное партнерство будут достигнуты как сегодня принято говорить удвоенные утроенные мульти аппликативные результаты до новых встреч и спасибо вам за внимание что продолжаем с вами наш я скажу вам несколько слов вот на ту тему которая заявлена сейчас на экране я надеюсь всем видно дело в том что наше министерство образования и науки вкладывает в вот те проекты которые оно поддерживает определенные цели и эти цели конечно безусловно связаны с гуманитарной деятельностью но они несут в себе и какое-то образовательное начало и конечно волонтерское движение при всей своей ну такой вот направленности гуманистической в целом в определенном смысле призвано нести и зерно знаний особенно это важно в плане языка культуры литературы русской которая в последнее время ну что греха таить уступает своей позиции в мировом пространстве и очень бы хотелось чтобы те волонтерские инициативы которые поддерживает сейчас государство которые поддерживает Миноборнауки чтобы они достигли вот той своей благой цели о которой говорят а вообще нуждается ли язык и русская культура и русская литература в таком вот добровольческом продвижении мне хотелось бы поделиться с вами несколькими мыслями может быть в тех слайдах которые вы увидите особенно те люди которые планируют заниматься волонтерством в этом направлении вы подчеркнете какие-то для себя интересные свежие идеи разумеется моя часть разговора будет посвящена конкретике языковой конкретике которая может быть в волонтерском движении задействована ну во первых мне видится что для волонтерского движения или как говорят часто продвижение языка литературы и культуры на русском языке возможны две функции первая и две цели значит первое это защита и сохранение языка во всех тех функциях которые язык выполняет в первую очередь конечно это касается так называемой культурно-аккумулятивной функции поскольку язык призван сохранять и аккумулировать накапливать культуру и соответственно любая волонтерская инициатива которая так или иначе призвана познакомить с образцами языка и культуры той или иной нации может самим своим фактом своего существования защитить и охранить тот объект который она использует но в данном случае мы ведем речь о русском языке во вторых подобные волонтерские инициативы и те проекты то содержание которое в нее вкладывается способно в определенном смысле обогатить и развить язык дело в том что как и все явления социальной стороны язык претерпевает определенные изменения это известно всем и язык как и все области человеческой культуры например нуждается в защите ну вот мне хотелось бы несколько слов сказать о том что в сфере русского языка нуждается в подобного рода защите я не брал каких-то слишком заоблачных примеров или уж очень специальных ну вот пример связанный с графикой русского языка ну в опыт с употреблением буквы йо например которые в последнее время как-то практически изгнаны из всех печатных документов на русском языке несмотря на то что эта буква имеет ну интересную историю которая связана с екатериной романной дашковой николай михайловичем карамзиным который первый последовательно в конце восемнадцатого века употребил эту букву кроме того она различает очень многие слова и безусловно занимает свое почетное и ответственное место в современной российской кириллице так вот есть даже определенные инициативы которые связаны с ее поддержкой допустим в ульяновске рядом с созданием педагогического университета стоит большой мраморный памятник этой букве так вот в этом направлении можно конечно достаточно много интересного рассказать устроить какие-то игры если речь идет о практике работы с детьми и так далее связанных вот с этой специфической весьма интересной графемой русского алфавита кроме того все мы встречаемся с фактом того что из-за распространения иностранных языков из-за того что общество значительно продвигается вперед во владение иностранными языками не только германскими английским немецким но и романскими языками активно изучается французский испанский конечно они уступают место германским языкам но все-таки их изучение тоже идет и во всех странах возникает проблема соотношения графических систем то есть использование графики родного языка и использование иноязычной иноязычной графики ино графических систем так вот для русского языка это тоже очень важно можно ли и имеет ли смысл хорошо ли это в своей собственной стране иметь названия написанные крупными буквами на улицах названия каких-то заведений названия печатных органов рекламные вывески объявления в иноязычной графике уместно ли это хорошо ли это об этом имеет смысл поговорить это становится предметом языковой политики об этом много спорят но это один из тех важных фактов которые связаны с защитой нашего языка безусловно кириллица которая имеет более чем тысячелетнюю историю каждая буква которой духовно и исторически нагружена не просто имеет право на существование она достойна того чтобы являться главной основной графической системой на на той территории где говорят на русском языке и она достойна того чтобы ее продвигали чтобы с ней знакомили чтобы ее интересовать но в равной мере предметом защиты может стать например фонетика то есть звуковой строй языка и правильность общения на этом языке в этом отношении волонтерское движение неплохо было бы провести не только на территориях стран ближнего или дальнего зарубежья но и на территории самой российской федерации потому что проблема правильности речи и продвижение этой правильной речи в жизнь становится все более и более важной с каждым годом мы не просто временами говорим неправильно мы утрачиваем то что свойственно было русской речи органично ее вариативность ее особый культурный статус который связан с какими-то дополнительными напластованиями исторического иного свойства ну вот перед вами на слайде несколько примеров это такой долгий мягкий звук в русской фонетике который испокон веку произносился старомосковской норме в таких словах как дребезжит брызжит брезжит брюзжит дожжи и так далее который постепенно выходит из употребления многие говорят о том что этого языка что этого звука скоро в русской фонетике вообще не останется а между тем на звуки ж например в слове дожжи держатся очень многие русские рифмы 19 века и без них русская поэзия будет звучать совершенно по-иному знать о том что такой звук существовал и ныне он еще существует как равноправный вариант долгого твердого звука же имеет смысл или допустим произношение в первом предуданном слове звука и с призвуком и вот это второй пример в словах типа виду петаг бреду где произносится и с небольшим призвуком но в слове сидеть в котором произносится обыкновенный звук и удерживание этого произношения конечно является нормой литературного языка но знать о том что литературный язык в определенном смысле слово отличается от разговорного конечно должен знать каждый человек который знает русский язык который имеет о нем разносторонние представления то же самое можно сказать об ударных вариантах подчас мы очень однозначно говорим о том что так можно а так нельзя а между тем многие вариативные многое в вариативном произношении содержит как раз вот те исторические факты конечно гораздо чаще мы сейчас говорим творог но тем не менее ударение творог имеет определенный шарм и в настоящее время оно такое же равноправное как и произношение более привычное нам аналогично можно сказать о сочетании по средам и по средам по средам норма более старая и вместе с тем содержащая вот тот вот оттенок культурной нагрузки о котором я сегодня не раз уже говорил тоже можно сказать о глаголе ржаветь и ржаветь конечно чаще мы говорим ржаветь в соответствии с перемещением ударения к финалу глагольных слов в русском языке но тем не менее ржаветь который имеет большую культурную нагрузку и старше чем норма ржаветь тоже заслуживает внимания об этом имеет смысл говорить с этим имеет смысл знакомить людей которые интересуются русским языком то же самое в области русской грамматики окончание родительного падежа с у вроде сраму шуму позору сахару чаю и так далее которое имеет традиционное значение части от целого или обозначение каких-то отвлеченных понятий как вот в случае сраму шуму позору которое почти сейчас не употребляется тем не менее это составляет основу очень многих русских пословиц поговорок и содержит вот то самое то самое зерно языка которое ну мало просто знать его нужно еще чувствовать и овладевая им человек приобщается к тому что хорошо было знакомо предкам что несет на себе печать жизни которая может быть уже прошла но память о которой имеет смысл сохранять то же самое вот связано с утвердительными выражениями со связкой есть и суть которые в русском языке сейчас очень редки разве что в каких-то философских утверждениях встречается связка есть вроде это есть единственно правильное решение а между тем вот связка множественного числа которая должна выглядеть как суть дети суть цветы жизни не употребляется практически совсем эта связка уходит из русского языка но когда-то она была достаточно активна это остаток нашего древнего перфекта который был когда-то в нашем языке частично историко-лингвистическая информация бывает очень полезно на уроках языка и в знакомстве языков с языком как вот тем самым аккумулятором культуры в связи с той целью о которой я говорил в самом начале кроме того добровольческие инициативы и изучение языка знакомства с русским языком позволяет активизировать актуализировать очень многие интересные факты русской истории которые связаны с языком как важнейшим явлением нашей жизни ну вот в частности я подготовил несколько слайдов которые посвящены связям нашей культуры нашей страны в целом и нашего широкого окружения то есть вот например руси россия достаточно давно не просто достаточно давно а буквально с древних времен общается со своим ближайшим окружением со славянским миром из этого славянского мира пришел и сам русский алфавит и в этом отношении как недавно кто-то с юмором сказал мне что кирилл и мефодий по сути дела были первыми волонтерами это действительно так потому что люди жившие в византии привезли с собой и подарили славянским народом грамотность книжность алфавит с помощью которого можно эту грамотность эту книжность сохранить это конечно замечательная вещь вот это было первое южнославянское влияние которое на русь пришло в десятом одиннадцатом веке вместе с кириллической письменностью буквами которые мы пользуемся до сих пор но тогда когда славянские страны южной и западной европы оказались в трудной ситуации русь усвоившая эту книжность начала трансляцию своих знаний своих идей в сторону славянских государств это было в двенадцатом тринадцатом веке за что многие славянские народы до сих пор благодарны руси и россии вслед за этим последовало второе южнославянское влияние которое привело к созданию оригинального очень интересного литературного стиля на руси так называемого стиля плетения словес и эти контакты продолжались на протяжении длительного времени достаточно вспомнить победоносное шествие российской армии на балканы и вместе с ней возвращение болгарам сербам и другим южнославянским народам не только национальной но и языковой независимости что невозможно вычеркнуть из истории всей Европы славянской Европы и из истории России то же самое было после второй мировой войны и вместе с этим освобождением приходило возвращение языка языка своего собственного и ознакомление с русским языком которое для всех славянских языков является чрезвычайно важным в столь же тесном контакте Русь и Россия всегда была с западной Европой и с западноевропейскими языками огромное культурное воздействие наша страна испытывала с их стороны но вместе с тем многому участию запада Россия сама обогащала запад это было буквально всегда вот на слайде вы видите примеры культурного взаимодействия ну я сделал самые элементарные вещи в виде лексических заимствований в русский язык 16-17 века вот в первой строке в первых строках вы видите древние немецкие заимствования трудно себе представить даже что это слова не наши собственные да такие как кухня солдат или капитан а эти слова были заимствованы когда-то еще в допетровское время из европейских языков конечно огромная словесная лавина которая пришла к нам с петровскими преобразованиями посмотрите одно перечисление языков из которых русский язык позаимствовал здесь приведено по 3-4 примера а на самом деле это огромные пласты лексики это не только латынь откуда приходило знание просвещение но это и активные живые языки в то время в те времена немецкие голландские французские английские итальянские и другие и посмотрите какие слова которые стали по-настоящему русскими но вместе с тем и в дальнейшее время когда сюда приезжали люди с западной европы с тех территорий наши в свою очередь русские люди уезжали туда и шел активный культурный обмен шли активные языковые контакты вот волонтерами петровской эпохи можно считать в первую очередь конечно переводчиков книг и сами книги которые были в ходу в те времена именно из книг усвоено было огромное количество тех слов которые были приведены на предыдущем слайде но и сами книги приносили с собой не только знания но и европейскую культуру и в свою очередь переводчики этих книг могли внести элементы нашей культуры в диалоги с теми людьми которые эти книги привозили на руси с других государств к нам приезжали иностранные специалисты в петровское время ехали активно учиться за границу все смотрели фильм табачные капитаны помнят там забавный сюжет из петровской эпохи об обучавшихся там так вот вместе с тем очень быстро и подготовленные у нас специалисты смогли выезжать за рубеж и смогли нести туда русскую культуру и русский язык 18 и 19 век прошел под знаком очень тесного взаимодействия России с Францией и Англией а вот здесь приведен новый слог Николая Михайловича Карамзина который по сути дела создал новую светскую чувственную свободную литературу свободного слога здесь у нас во многом возникшую под воздействием французских аналогов но во второй половине 19 века уже русская литература начала активно влиять на литературу западную и до сих пор ориентированные культурно ориентированный западный читатель при имени Толстого Достоевского и Чехова это как минимум а иногда и большего набора имен испытывает восторг потому что особый особая глубина русской литературы второй половины 19 века дала толчок развитию западной культуры которая подчас во многих своих начинаниях берет истоки в произведениях Толстого Достоевского и Чехова новая чехская драматургия чеховский театр безактивного действия с глубоким внутренним миром героев со многим содержанием убранным в подтекст это дало начало развитию современного этапа всеевропейского и не только европейского но и американского театра это было связано с остановлением системы Станиславского с его переносом на другие театральные системы и так далее то есть вот это активное взаимодействие шло постоянно это активное взаимодействие шло конечно с участием языка потому что термины всех этих систем конечно были терминами русскими они произносились на русском языке 20 век и послереволюционный, и 60-е годы с развитием науки, космонавтики, с достижениями тогда Советского Союза, тоже говорил на Западе по-русски. И слово «спутник», которое еще до полета Гагарина в космос облетело весь мир, это слово «русское», это слово связано с Россией, это то слово, которое было широко известно и вошло во многие европейские языки. Ну, мы сейчас переживаем активное англо-американское влияние, но нужно сказать, что наш язык настолько, насколько может, аккумулирует все эти слова, прилаживает к ним русские суффиксы, и получаются иногда весьма и весьма интересные вот такие вот явления, которые вызывают улыбку и которые интересны в языковом отношении не только у нас здесь, но и за рубежом. Россия столь же активно контактировала всегда и с восточными странами. Вот посмотрите, наши привычные слова «лоушадь», «собака», «диван» на самом деле являются тюркизмами и иронизмами, то есть это результат путешествий наших с вами соотечественников за восточные пределы нашей страны, привезенный оттуда языковой и культурный опыт. Но столь же активно мы делились своим языком и культурой с Востоком. В период существования Советского Союза многие азиатские республики заимствовали из европейской части Советского Союза не только какие-то культурные явления, но и многие языковые аналогии. Многие алфавиты азиатских республик Советского Союза были построены на основе кириллицы. И в постсоветском пространстве в наше нынешнее время эти взаимодействия, конечно, существуют. Хотелось бы, чтобы они были больше, но даже то, что есть уже сейчас, то, что есть в Ереване, то, что есть в Тбилиси, то, что есть в Баку, то, что есть в Кишиневе, русского, российского, хотелось бы, конечно, поддерживать. И волонтерские инициативы в этом отношении, думаю, будут очень хорошим подспорьем. Образцом языковых контактов и взаимного обогащения языков, в том числе русского, и его такой позитивной экспансии в западную и восточную сторону является создание алфавитов для бесписьменных народов, которые были осуществлены в начале и в конце 30-х годов. Посмотрите, вот здесь приведен список тех народов тюркских, монгольских, чукотских, которые получили алфавиты впервые на основе кириллицы. То есть это было грандиозное языковое строительство, и, конечно, это оформление родных языков этих народов, но это оформление было сделано в тех буквах, которые когда-то в второй половине IX века создали святые равнопостальные братья Кирилла Мефодия. Это было глубоко символично и для этих народов, я думаю, очень и очень важно. А в Македонии, например, литературный язык, который существовал и до того, потому что в Македонии существует знаменитая ахридская культура, ахридская школа письменности, культуры, древней славянской. Тем не менее, вплоть до середины XX века эта страна не имела своего собственного литературного языка, а пользовалась языком болгарским, и не имела своего собственного алфавита, а пользовалась болгарским алфавитом, который тоже на кириллической основе. И только после победы в мае 1945 года возник самостоятельный македонский язык, и был утвержден самостоятельный македонский алфавит, который тоже на основе кириллицы, болгарской, Но это те же самые буквы, которые используются и в русской кириллице, это в общем глубоко символично, и это безусловно та часть нашей культуры, которая нуждается в поддержке, которая нуждается в том, чтобы людям напоминали об истоках этого самого алфавита, об истоках тех связей, которые сейчас иногда кажутся непрочными, но на самом деле чрезвычайно важны. Кроме того, есть такое явление, которое, конечно, очень важно с точки зрения истории нашего языка и с точки зрения вот такого языкового взаимодействия, это так называемое языковое посредничество или посредство, когда один народ, который живет между территориями других народов, становится проводником языка, культуры, технических каких-то достижений, и своим языком, аккумулируя первый, передает вот в таком виде слова во второй язык. Вот для нас, для русского языка, таким языковым посредством очень долгое время являлась Польша, которая усваивала многие явления из Западной Европы, а потом передавала их в Россию. И наоборот. Вот те слова, которые приведены сейчас на слайде, являются словами западноевропейских языков, но транслированных в русский язык через польское посредство. Это то же самое явление активного взаимодействия славянской Европы, которая сейчас несколько разобщена, но которая, конечно, нуждается в поддержке тех ослабевающих и ослабевших связей бывших испокон веку между славянскими народами. Ну и в заключение мне хотелось бы сказать, что вот все факты языковые, о которых я сегодня говорил, могут распространяться и как определенная информация научно-занимательная, связанная с внедрением русского языка в форме игр, языкового взаимодействия и так далее, так и в каких-то других формах. Вот несколько путей добровольческого распространения языка, которые в настоящее время мне видятся. В первую очередь это, конечно, продвижение языка посредством литературы, пусть переводной, но которая все равно очень многие реалии, а подчас и языковые детали усваивает. Это, конечно, с помощью получения работы, деятельности какой-либо людей на разных территориях, которые привозят с собой язык, обогащают тот язык, куда они приезжают, и в свою очередь усваивают тот язык, который на этой территории распространен. Это, конечно, образование на самых различных языках, в том числе и образование на русском. Это культурный туризм, путешествия, это, безусловно, продвижение научных и технических достижений. Россия есть в этом отношении, чем гордиться, есть чем поделиться со многими другими странами. Но это, конечно, специальные волонтерские программы, которые призваны знакомить самый широкий круг людей, интересующихся языком в других странах, с явлениями, фактами этого языка, с его применением, с его использованием в той стране, для которой он является родным и в которой он хранит часть души этой страны. Для русского языка это тоже весьма и весьма показатель. Я был бы рад, если бы хотя бы часть из тех вещей, о которых я сейчас говорил, иногда достаточно специальных, могли бы зародить в сознание волонтеров какие-то идеи, связанные с конкретными мероприятиями по продвижению языка и литературы. А это является нашей основной целью. А сейчас я передаю слово нашему следующему спикеру Юлию Владимировне Ивановой. Пожалуйста, Юлия Владимировна. Добрый день. Слышно меня хорошо, да? Ну, поставьте, чтобы я понимала, что... Спасибо большое, что техника работает в порядке. Я не готовила для своего выступления, финального в нашем семинаре, специальную презентацию, поэтому если... Если вы не возражаете, я оставлю... Пока поставлю заставку, но воспользуюсь также последним слайдом с презентацией Дмитрия Анатольевича, потому что мне кажется, что он очень соответствует тем мыслям и тем идеям и тому опыту в работе с книгой, которым я хочу поделиться. Мое короткое выступление называется «Книга и чтение в волонтерском движении». И я совсем не намерена убеждать слушателей в том, что волонтер должен читать. Мне кажется, что... Мне как библиотекарь, мне кажется, что чтение и книга – это настолько естественное сопровождение человека в жизни вообще, что убеждать в этом не нужно. Хотя современный опыт и современная ситуация нас подталкивает к тому, что действительно книги уходят из нашей жизни. И очень много сейчас проектов, связанных с продвижением чтения, с поддержкой детского чтения, с поддержкой литературы. И эти проекты тоже включают в себя добровольческие инициативы и тоже нуждаются в добровольцах. Но я хотела бы очень коротко рассказать о том, как мы в своей работе в библиотеке университета, в общении с иностранными студентами, в тех проектах, в которых мы участвуем, в университетских по продвижению русского языка в России и за рубежом, используем книгу как ресурс для поддержки и для, ну, как мы вносим вклад в эти проекты с помощью книги. Естественно, что книга – это носитель языка. И Дмитрий Анатольевич говорил о том, что вот за рубежом особенно, да, имена великих русских писателей, Толстого, Достоевского, поэта Пушкина, они работают безусловно. Даже если люди не читали и не знают их текстов в оригинале, но они понимают величие этих имен, и они знают, что эти книги существуют, они видели эти книги, возможно, в переводе. Но мне кажется, что чтение в оригинале, это, такой литературы, это совершенно особенное прикосновение и приобщение к великому. Поэтому в первую очередь, конечно, в волонтерских программах, связанных с продвижением русского языка, работает русская классика. Несколько лет назад библиотека университета принимала участие в проекте, связанном с продвижением русского языка, в Казахстан. У нас выезжала делегация такая очень комплексная, в эту делегацию включили библиотеку, чему я очень была рада. И у нас очень успешно сработал, это был год 203 Лермонтова, у нас очень успешно сработал конкурс чтецов среди школьников, когда мы читали произведения Лермонтова, но читали их не только на русском языке. Дети изучают русский язык в Казахстане, но это были детки, не все владели русским языком настолько хорошо, чтобы осмелиться участвовать в конкурсе. Но мотивацией и интересом их участия в этом конкурсе был в том числе параллельное чтение текстов Лермонтова в переводе, стихов Лермонтова в переводе на их родной язык. Вот такой берлинговый конкурс, он прошел, мне кажется, с большим успехом. Мы все его вспоминаем, мы повторяли его здесь в университете с иностранными студентами. И сочетание русского текста, мелодии, поэзии в оригинале с переводом на родной язык, сопоставлениями их, и, если хотите, такое парное хоровое чтение, это дает очень интересный и очень мотивирующий эффект. Еще один из интересных опытов, когда ты понимаешь, что только с книгой можно так сработать, и только книга дает такой интерес, наверное, вы все хорошо знаете такую забаву, скажем так, но забаву, я не знаю, из прошлого, из будущего, может быть, и из настоящего. Но мне кажется, эта забава не виновала никого. Вы гадали когда-нибудь по книгам? Наверняка, страница 18, 5, абзац сверху, два предложения. И эта игра, эта увлекательная игра, она иногда действительно кажется пророческой. И чтение вот этих текстов, возможно, потом размышления, возможно, потом какие-то обсуждения, которые могут вырасти из этого игрового момента, это тоже очень хороший вариант, когда можно использовать книгу как ресурс, как мотиватор, как побудительный мотив для того, чтобы работать с языком. Ну и, конечно, книга как ресурс вообще в волонтерском движении очень важна. Я немножко выйду за рамки только русского языка, и вот скажу, что волонтеры особенно находят волонтерский отклик, проекты, связанные с помощью детям, которые находятся в трудной ситуации. И здесь важно не только участие, не только соучастие и поддержкой, и какое-то там педагогическое, психологическое знание. Здесь очень важно вспомнить о том, что книга детьми воспринимается как тот мир, который дает им ответы на вопросы, которые перед ними жизнь ставит и ответов не предлагает. Чтение в больницах, чтение в хосписах, чтение с детьми, которые находятся в каких-то неблагополучных семейных обстоятельствах и вынуждены обитать в реабилитационном центре, чтение книг о детях, о подростках с теми же проблемами, но с предложением выхода. Естественно, любой художественный текст предлагает какой-то выход. И литература для детей и подростков предлагает этот выход, как правило, в нужную сторону. Это гораздо надежнее, нежели оставлять детей один на один с их проблемами в общей кампании, где выход не предложен. И, конечно, книга работает еще и тогда, когда волонтер, чей побудительный мотив продвигать русский язык, внимательно относится к культуре, к языковой культуре, к своей целевой аудитории. И обсуждение книг, обсуждение проблем, понимание того, что в литературе и в книгах в глобальном, мировом масштабе проблемы одни и те же. Герои идут множественными путями, но дороги их схожи, зачастую параллельны, иногда пересекаются. Это очень тоже важно и ответственно. Поэтому, завершая свой практически, скажем так, намек на выступление, тем не менее, я очень рада, что мне предоставили возможность выступить на этом семинаре, я побуждаю вас в свои волонтерские проекты брать книги. Брать книги как ресурс для развития, как ресурс для общения, как ресурс для совместного чтения современной и классической литературы. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то идеи, если вы уже реализуете книжные волонтерные проекты, волонтерские проекты, я буду очень рада, если вы ими поделитесь. Это можно писать на адрес библиотеки университета, library, tsput.ru, либо в адрес организаторов семинара. Возможно, это станет темой для широкого обсуждения специального семинара, посвященного книгам и чтению, и волонтерскому движению. Спасибо большое. И Дмитрий Анатольевич у нас... Да, несколько слов в завершение. Действительно, у вас какие-то вопросы вот за это время возникли. Милости просим, пишите в чате, пока я буду говорить. Вот этот волонтерский проект с русским словом «Вокруг света» стартовал в Тульском государственном педагогическом университете. Если кого-то этот проект заинтересовал, пожалуйста, войдите на сайт Тульского государственного педагогического университета и в списке, прямо на главной странице, в списке постоянно действующих проектов слева вы найдете это название с русским словом «Вокруг света» и достаточно одного клика, чтобы посмотреть все новости этого проекта, получить всю информацию, в которой вы нуждаетесь, обрести контакты, если вам таковые понадобятся, чтобы принять участие в этом проекте, чтобы обсудить, может быть, какие-то его задачи, чтобы внести какие-то предложения, может быть, войти в какое-то сотрудничество с нами. Мы будем этому рады. Поэтому, пожалуйста, берите информацию о проекте с русским словом «Вокруг света» на официальном сайте Тульского государственного педагогического университета имени Толстого. Присоединяйтесь к нам, мы будем очень рады. Спасибо всем сегодняшним участникам за то, что вы были внимательны, за то, что вы подключились к нам, за то, что вы поддержали этот волонтерский проект. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok